Музыка Вы давно страдаете сахарным диабетом? Музыка Ну, если честно, лет 20 уже Лет 20 Я стал хромать на ногу Все, ходил на работу нормально, вроде хуже, 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 хуже Ну, вроде, на год, как говорится, побаливает, это понятно Вот Я пошел в больницу У страдающего сахарным диабетом Жизнь Левантеевки Александра Зуйкова В считанные дни начала развиваться гангрена Длительные течения сахарного диабета По-видимому, не Полное, адекватное лечение Привело к тому, что вот развелось Развелось позднее осложнение Синдром диабетической стопы Он поступил к нам с гной некротической раной Которая требует хирургического лечения Мы его обследуем, готовим К выполнению определенных Оперативных вмешательств Направленных на сохранение Опорной функции конечности Сахарный диабет уже назвали заболеванием 21 века Ежегодный рост болезни составляет 4-5% В России, по официальным данным, этим недугом страдает 3,5 миллиона человек А в действительности же гораздо больше В чем же причина заболевания? Причин много Это наследственные факторы Это условия внешней среды Заболевания, которые вызывают нарушение функции поджелудочной железы Которая вырабатывает инсулин Который регулирует уровень сахара крови И многие-многие другие причины Над которыми работают ученые всего мира Сахарный диабет опасен тем, что он вызывает различные осложнения со стороны организма человека Это поражение глаз Это поражение почек И что очень важно Это поражение нижних конечностей Связанных с развитием так называемого синдрома диабетической стопы Который проявляется образованием различных язв, воспалительных процессов Которые приводят к применению различных хирургических вмешательств Вплоть до ампутации конечностей Все это вместе приводит к тому, что сахарный диабет в связи с вышеизложенным Является медико-социальным заболеванием И количество больных с каждым годом увеличивается Если представить данные развития количества больных с сахарным диабетом То можно сказать, что каждые 10-15 лет Количество больных с сахарным диабетом удваивается Совсем недавно в Португалии проходил съезд По изучению сахарного диабета На котором были представлены определенные цифры Сколько же сейчас в мире находится пациентов, которые страдают с сахарным диабетом Их больше 360 миллионов И причем определенная часть больных с осложнениями с сахарного диабета погибает Что вызывает тревогу и проблему со стороны не только медицинских работников Но и администрации, государств, районов В отношении этой категории больных Сахарный диабет бывает первого и второго типа Первый тип и второй тип Первый тип – это сахарный диабет, инсулино-зависимый Он характеризуется тем, что в организме больного пациента Недостаточно инсулина, которая вырабатывается поджелудочной железой И чтобы спасти больного, нужно наружнее введение в организм этого инсулина Второй тип – это инсулин-независимый сахарный диабет Который связан с инсулино-резистентностью То есть поджелудочная железа вырабатывает инсулин Может быть, он не в той достаточном количестве Но он есть Но клетки, которые являются рецепторами его ощущения И перевода глюкозы в клетки для получения энергии Они не чувствительны Поэтому он называется инсулино-резистентный Который требует специального особого лечения Казалось бы, лечение сахарного диабета очень простое Нужно сделать так, чтобы у больного с первым типом и со вторым Был определенный нормальный уровень сахара в крови Но этого достичь очень трудно И вот на международном конгрессе, который приходил, как я уже сказал, в Португалии Присутствовало 14 тысяч врачей со всего мира Которые занимаются этой проблемой И новые движения по изучению, по лечению, по диагностике и компенсации сахарного диабета есть И я думаю, что когда-то настанет период, когда проблема сахарного диабета будет решена При сахарном диабете главным фактором является повреждающим организм гипергликемия То есть повышенного содержания сахара, который находится в кровеносном русле Нормальные показатели находятся в пределах 5,6 ммол на литр Есть пациенты, которые поступают к нам, у которых сахар в 2-3 раза превышает тот нормальный уровень Вот это повышение уровня сахара в крови и вызывает повреждение эндотелия сосудов артериальных в первую очередь Которые выстилают сосуды глаза, сосуды почек и дистальные отделы нижних конечностей на стопе Вызывая нарушения питания тканей и развивается либо слепота, либо почечная недостаточность Либо воспалительные изменения со стороны нижних конечностей, вплоть до гангрены Которые требуют выполнения различных по объему оперативных вмешательств Либо вскрытие флегмоны, либо ампутации одного пальца, всех пальцев и другие операции Современная медицина работает, используя новейшие методики лечения И старается помочь больным, чтобы те избегали осложнений А ведь именно осложнение самое опасное в течении этой болезни Что нового сейчас? Новое – это диагностика Это новые инсулины, это новые лекарственные препараты Которые, в частности, применяются у больных с сахарным диабетом второго типа Которые не вызывают резких колебаний уровня сахара Которые поддерживают на определенном нормальном уровне сахар крови И это достижение, которое сейчас применяется в мире и в нашей стране На базе нашей больницы работает Московский областной центр По лечению больных с синдромом диабетической стопы Наши пациенты имеют возможность пройти курс лечения В первую очередь на современном уровне На базе нашей Видновской районной клинической больницы И в этом, конечно, заслуга и администрации нашего района Администрации нашей клинической больницы Которая взяла на себя оказание этой медицинской помощи Пациентам всей Московской области Мы осуществляем лечение на современном уровне И основная наша задача по лечению этого грозного осложнения Это сохранение опорной функции конечности На протяжении 10 лет, которые мы занимаемся этой патологией Из года в год количество высоких ампутаций у нас уменьшается У нас более 70% пациентов получают так называемые малые операции То есть они связаны не с ампутацией конечности А тех отделов, которые вовлечены в этот процесс Ампутации пальца, ампутации области пятки И так далее, и тому подобное Но опорная функция конечности в этом случае сохраняется И это очень важно Говоря о синдроме диабетической стопы у больных с сахарным диабетом Хочу сказать, что пациенты, которые страдают с сахарным диабетом Они обязательно должны наблюдать за своими нижними конечностями Какие основные симптомы, которые указывают на появление и развитие симптома синдрома диабетической стопы Прежде всего это боли Эти боли не связаны с ходьбой Эти боли, как правило, развиваются и в обычном нормальном состоянии человека Который сидит за столом, смотрит телевизор Эти боли имеют разный характер Они могут быть чувство испытывать сжение Чувство ползания мурашек Похолодание Появление различных симптомов, связанных с судорогами на нижних конечностях Изменение цвета Появление Изменение ногтей на конечностях Их шелушение И появление Трещин На стопах Подошвенной особенно поверхности Развитие так называемых Гиперкератозов Утолщение Толщины кожи Которые в простонародье называются мозоли И ряд других Проявлений, которые Именно характеризуют Начальные проявления Синдрома диабетической стопы Очень важно отметить Что в этой ситуации Происходят нарушения чувствительности Это связано, как я уже говорил С поражением сосудов Которые питают нервы нижних конечностей И человек не чувствует Ни боли Которые связаны с прикосновением Допустим, с ушибом С наличием какого-то инороднего тела в обуви Это так называемая Диабетическая полинейропатия В Видновской поликлинике Работает кабинет диабетической стопы Куда можно обратиться за помощью Своевременное обращение больных При появлении жалоб На парастезии стоп Или каких-нибудь других жалоб Связанных со стопой Это самое важное В лечении этого заболевания Дабы первичное обращение Так сказать, вовремя Оно намного упрощает лечение И жизнь самому больному То есть качество жизни Оно увеличивается И в достаточно большой прогрессии По относительно времени обращения Уважаемые жители, земляки Пожалуйста, следите за своим здоровьем Найдите время Для того, чтобы обратиться В наше лечебное учреждение района Чтобы пройти диспансеризацию Чтобы вас доктора обследовали Чтобы те хронические заболевания Которые у вас есть И новые какие-то симптомы Которые у вас появились Они были услышаны Нашими докторами Выявлены какие-то дополнительные проявления Каких-то заболеваний И самое главное Сделать так, чтобы не было никаких осложнений А при появлении первых симптомов Сахарного диабета О которых я вам говорил Сдайте анализы Обратитесь к своему лечащему Врачу в поликлинику Исключите это заболевание Живите спокойно Чтобы не соблюдать диеты Чтобы пользоваться всеми благами жизни Которые в настоящее время У нас у всех есть Еще раз Следите со своим здоровьем Спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»